В понедельник около 9 часов утра в результате столкновения с микроавтобусом погибла 21-летняя пассажирка мотоцикла «Кавасаки Ниндзя». 28-летний байкер был госпитализирован с тревожным диагнозом – черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом челюсти и ключицы. До столкновения оба участника двигались в попутном направлении, в сторону города. В районе 8-го километра автодороги 55-летнему водителю нужно было развернуться, чтобы из парковочного кармана на противоположной стороне дороги забрать коллегу. Я съезжал на разворот, посмотрел, в зеркало заднего вида никого не было. Спокойно поворачиваю, поворачиваю голову, а он уже меня бьет. Вообще скорость была видна сильная, потому что даже по следам посмотреть, двухтонный хайс развернул, тащил меня. После удара в бок мотоцикл опрокинулся, девушка отлетела в кусты, наездник на обочину. Очевидцы утверждали, что байкер двигался с огромной скоростью. Я вот здесь вот стояла и видела, как он начал разворот на очень большой скорости. Ужасно, они летели как пуля, я не знаю, куда летели. 45 минут не было скорой, ну это вообще страшно. А девушка в это время, она еще живая была. И байкер, и его подруга – жители села Константиновка. У погибшей дома остался четырехлетний сын. В Галкина пара приезжала в гости к родственникам. Водитель иномарки на момент аварии был трезв. Не исключено, что виновникам ДТП признают именно его. При развороте мужчина должен был убедиться, что не создаст своим маневром помех другим участникам движения. Место происшествия Анна Карпова и Алексей Овчинов.